Киро 13.06 действительно начинается, правда, мы особые мнения в студии Анны Лапшина. Мой сегодняшний гость Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», ведущая программы «Союз нерушимый». Азиз Алейвич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Веселый день. Веселый? И веселые темы. А, веселые темы, темы веселые, да. Мы сейчас к ним приступим, но сначала я должна сделать пару таких организационных объявлений. Напомнить нашим слушателям, что вопросы гостю Азизу Агаеву можно задавать на нашем сайте. Ахакирова.ру через форму анонсов. Ну и напомнить о том, что особое мнение, то, которое сейчас вы слушаете, сегодня вечером в аудиоформате будет доступно на нашем сайте. Ахакирова.ру, а через день или два в расшифровке, то есть если вы не успеваете слушать, у вас будет возможность прочитать. Кстати говоря, на сайте предыдущие гости и предыдущие программы особое мнение уже выложены, в том числе в текстовом формате. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, теперь к нашим вопросам. Я вот которую программу пытаюсь начать с чего-то другого, но у меня никак не получается, потому что все время, все время тема повышения пенсионного возраста. Ну, вы же часть этой страны. А это очень волнующая, больная тема. Так или иначе, Азиз Альич, она всплывает. И вот сегодня я вам скажу, случилось неожиданное. Мы неожиданно с вами пойдем сейчас говорить о пенсионном возрасте. Комитет Законодательного собрания, социальный комитет, не поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста. Вы не поверите. Я прошу вас опубликовать на сайте Эхо Москвы список депутатов, которые входят в этот комитет, и тех, кто не поддержал, чтобы народ мог им лайки поставить. Рядом с их фамилией. Кому-то там шарики, сердечки там прямо, так сказать, поставить, чтобы люди знали, что хватило мужества, чего я всегда боюсь, когда депутаты Законодательного собрания принимают те или иные решения, что не хватит у них мужества противостоять бюрократическому и партийному аппарату. Вот, Азиз Альич, тут я просто прям вот в запятую поставлю, потому что это ведь не окончательное решение. Нет, это поступок. Комитет Законодательного собрания сегодня только вот внутри. Это поступок, понимаете, из маленьких поступков складывается действие, а действие определяет судьбу не только этих людей, конечно, в первую очередь этих людей, потому что человек, совершающий мужественные поступки, рано или поздно становится счастливым человеком, как минимум гармоничным человеком. А это изменение может изменить судьбу и страны в том числе. Давайте я все-таки подробности расскажу. 13 человек сегодня обсуждало предстоящий, так скажем, к принятию законопроекта повышения пенсионного возраста на российском уровне. Из них семеро были против, пять воздержались, и один проголосовал за. Я спрашивала нашу коллегу Марию Кожевникову, кто голосовал за. Кто голосовал за. Она сказала, что не видела этого человека, то есть видела поднятую руку, но не успела посмотреть, чья. Но я думаю, что в течение дня мы узнаем, кто это. Мы же с вами считаем, что этот человек имеет право на свое собственное имение. Конечно, разумеется. И мы не будем устраивать, так сказать, никаких листов против этого человека, как это устраивает. Но сердечко рядом с его фамилией мы не разместим. Мы сердечко не будем ставить. Только напротив тех семи человек, которые проголосовали против. Ну а теперь достаточно серьезный вопрос. Мы все понимаем, да, комитет социальный принимает то или иное решение. Дальше, значит, решение уже в общем принимает законодательное собрание. Это будет завтра. И навигатор Киров сообщает о том, что в условиях сложившейся ситуации, якобы, якобы, губернатор Игорь Васильев решил созвать депутатов однопартийцев. Это Единая Россия, напомню, перед завтрашним пленарным заседанием. И, скорее всего, глава региона попытается убедить большинство законодательного собрания поддержать правительственные законопроекты. Я думаю, что с ними индивидуально уже идет работа, потому что по факту-то у нас получается так, что губернатору могут предъявить претензии, что ты тут как управляешь законодательным собранием, там, что-то там у тебя... Что значит, как управляешь? Он не может управлять законодательным собранием? По факту у нас законодательное собрание не является самостоятельным субъектом. Вы что, не видели, сколько правительственных проектов по повышению налогов, по ухудшению экономической ситуации было спокойно проголосовано? Поэтому, о чем мы говорим, так сказать? Все, что нужно там... Мы это видели, Азиз Альвич, но у нас ведь на самом высоком уровне декларируется, что правительство выдвигает инициативу повышения пенсионного возраста Путина. Вы еще скажите, что у нас Государственная Дума тоже самостоятельная. Конечно. А за что же они тогда так большую зарплату получают? За то, что выполняют волю... Понятно. ...опразеленную. Перспективы сегодняшнего решения Социального комитета законодательного собрания устоять в завтрашней пленарке. Как оцениваете? Очень, очень пока слабую. Слабую, потому что не уверен, что большинство единой России найдет в себе мужество хотя бы в этот раз стать на сторону граждан своей страны. То есть вы считаете, что повышение пенсионного возраста анонсированное это шаг против граждан? Если я правильно воспринимаю. Именно так я и считаю. Почему? Ну, потому что, во-первых, это обман. Во-вторых, я считаю, что принятием такого закона придадут, легитимизируют фактически, ну, скажем, я хотел бы сказать хищение, но не буду как бы говорить, а фактически лишение граждан тех выплат, которые они уже заработали, оплатили. Ну, я могу как бы на своем примере. Приводили цифры, да, сколько потеряет человек, не получающий пенсию. Примерно миллион, например, я потеряю. При том, что все время страховые взносы, легально как бы все страховые взносы всегда оплачивал. Более того, легально иногда против их повышения и боролся, и мне это удавалось. Там через Конституционный суд отстоять иногда свои права удавалось. Ну, как бы, в конечном итоге мы имеем сегодня то, что имеем. Вот. Поэтому все ссылки на опыт там европейских стран, еще каких-то там, все время приводят ограниченные как бы ссылки там, только на те пункты, которые их устраивают. Вот возраст там такой-то там, условно говоря. Но известно ли вам, что в некоторых европейских странах там разрешают менсионное накопление до 2 третей, значит, людям тратить на покупку недвижимости? То есть они забрать их могут? Да, забрать и потратить на покупку недвижимости. То есть дома, своего, квартиры там и так далее, и так далее. Нам же это не рассказывают. Нам не рассказывают, что, значит, помимо вот такой системы, как бы, когда там возраст там высокий, что, например, во многих европейских странах не взыскивают с юридических лиц и с граждан взносы на медстрахование. Сами определяют, по какой программе будут страховаться. И мы знаем, что по... То есть ОМС у них нет? ОМС у многих нет. И в этой ситуации, значит, они имеют возможность выбирать качественное, так сказать, да, медицинское обслуживание. Чтобы не платить в двух местах. Да, и не ждать там по полтора, по два месяца, как попасть, так сказать, к врачу, чтобы хотя бы иметь надежду получить эти пенсионные выплаты, на которые, так сказать, можно рассчитывать. Ну и так далее, и так далее. Азин Салич, вот такой вопрос. Тут ряд экспертов, ну, в том числе, там, эксперты проправительственные российские заявляют о том, что если сейчас не решить вопрос с повышением пенсионного возраста, то через определенный промежуток времени, не очень длительный, там, по-моему, 2030 год называется, может сложиться ситуация, когда нынешним действующим пенсионерам не с чего будет платить пенсию. Ну, я думаю, что часть уже можно, как бы, фактически, ликвидировав выплаты огромных зарплат депутатам Государственной Думы и другим, так сказать, околоправительственным, так сказать, депутатским структурам, и тут же найдутся деньги для выплаты пенсионерам. Это огромные суммы, я думаю, что эти люди не заслуживают выплат, так сказать, таких сумм, которые им выплачиваются. И потом, я хочу, чтобы эта ситуация превратилась в вопрос, значит, когда формировали фонд национального благосостояния, нам говорили, что это деньги как раз как бы пойдут на выплату пенсии, еще других, там, когда тратят огромные деньги на содержание государственного аппарата, непонятно, так сказать, не всегда оправданного, там, да. Ну, и можно приводить тут, как я тут недавно спорил с одним своим очень близким приятелем, недавно, так сказать, который, значит, меня в конечном итоге обвинил неправильным пониманием. Ситуации, да. Меньше в итоге нам некому как бы содержать и так далее, и так далее. Вот эта вся система солидарная придумана именно ими, потому что... Именно ими это кем? Именно ими, олигархами и бюрократами, которые с олигархами вместе, собственно говоря, ну, скажем, разбазаривали и разбазаривают государственные имущества. Так скажу, пусть это звучит как бы не очень... Конкретно. Конкретно, да. Да, ну, как бы так, да. Почему? Потому что я вот платил взносы, я хочу, чтобы эти мои деньги именно на моем счете... Сказал, мне не нужно никаких как... Солидарность может только в том выражаться, что, ну, пока, как бы, пожалуйста, вы можете там ими аккуратно. Они и так ими пользовались. Сначала меня лишили накопительной пенсии, потом в течение всей моей рабочей жизни они там увеличивали взносы там на, значит, на мой доход так или иначе там, да. Значит, теперь они говорят, что, ну, теперь ты получишь там не в 60 лет, как бы, свои взносы, а получишь 65. Ну, если доживешь, условно говоря, там, да. Да, учитывая, что уже сейчас, ну, как статистики, ну, вот, приводят статистику, что до 60 лет доживает там 40 процентов. А сколько до 65 доживает? Мы понимаем, что после 60 лет там экспоненциально, так сказать, падает количество доживающих до 65. На это, собственно говоря, и расчет, что... Человек уйдет, а деньги останутся. Человек уйдет, а деньги останутся. Ну, вот некоторые говорят, ну, ведь они в пенсионной системе останутся. Не смешите меня. Куда-нибудь они достанутся детям этого человека. Не достанутся. Видимо, вот так. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» в нашем эфире в программе «Особое мнение». Через полминуты вернемся. Мы продолжаем обсуждать предстоящие повышения пенсионного возраста. Непонятно пока, насколько, с Азизом Агаевым, директором аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа», нашим экспертам. Денег нет. А вы держитесь. А вы держитесь, да. Да. Я хочу сказать, что ни по форме, ни по сути этот законопроект как бы неправильный. Интересам граждан он не отвечает. Он не отвечает. И по форме обсуждения, как бы вот по форме попыток принятия, вот, например, там Матвенко говорит, немедленно надо принимать, там, и так далее, и так далее. Вообще нужно прекращать практику немедленного принятия в трех чтениях тех или иных законопроектов. Потому что это приводит к принятию непродуманных законов. Азиз Олегович, надо принимать немедленно, пока чемпионат мира по футболу, митинги запрещены, а народ занят чем-то другим. Ну вот эта дурость, открыто вам скажу, потому что, ну, примем сейчас, как бы, этот законопроект, а дальше люди, они, если пока на слова, так возмущаются. А дальше люди-то, когда уже поймут, что они не получили свои пенсионные выплаты, установленные ранее, там, срок, то это уже может выливаться в другие формы. А вот вы знаете, я вам скажу, я как раз вижу, что возмущается на словах очень незначительное количество граждан, скажем так, да, и никаких, естественно, там ни акций, ничего нет. Ну, то есть, есть какие-то общественные обсуждения, в общественной палате будет, митинг профсоюзов завтра состоится. Вчера, значит, КПРФ проводил свой митинг и вышло на него, по-моему, сообщали наши коллеги, ну, 150-200 человек, то есть, ну, немного совершенно. То есть, людям либо неинтересно это все, либо люди настолько запуганные ужесточением законодательства о проведении публичных акций, что не выходят никуда. В общем, непонятно. Ну, вы знаете, формы протеста, как такового ухода от государства, ухода из экономики и так далее существует очень много. Вот, например... Спровоцирует повышение пенсионного возраста рост серых зарплат в России или нет? Ну, однозначно, хотя это сейчас становится все более трудным и трудным, потому что под контроль поставлены практически все денежные потоки на территории страны. То есть, ты не можешь потратить практически ни копейки, если только у тебя это не нал или замена другого нала, чтобы, так сказать, государство не проконтролировало отчеты, откуда, куда, там, зачем. А еще и лапу наложит и остановит, так сказать, эти платежи. Но, конечно, такая попытка в любом случае будет. Я думаю, что к этому люди придут, особенно когда увидят, что мало того, что вот агитировали их там белую зарплату, белую зарплату, значит, потому что у вас будут пенсионные баллы, там, пенсионные выплаты. А теперь где эти пенсионные выплаты и баллы, так сказать, и у тебя по жизни будет много таких баллов. Вот баллов будет много, а денег, похоже, нет. Еще один вопрос касательно пенсионной реформы и, наверное, завершим. Ваш прогноз на состояние рынка труда в Кировской области накануне Игорь Васильев обсуждал с представителями профсоюзов предстоящую пенсионную реформу и сказал, что необходимо создать условия для того, чтобы люди до 65 лет были востребованы. Гарантии обеспечения рабочими местами нужны и молодым людям. Ну, то есть мы понимаем, да, сейчас сложился определенный баланс. Пенсионеры в 60 лет уходят, ну, кто заработает и дольше, но могут уйти, скажем так. Молодежь приходит на их места. Плохой процесс. Игорь Васильев очень часто много правильных слов говорит. Правильные были слова про то, что мы должны создать гарантию. Слова абсолютно правильные, да, но по жизни-то ситуация неправильная, потому что, ну, то ли он не понимает, то ли не умеет правильно эти слова в действие превращать. Вот рынок кировский рынок труда. Потому что, смотрите, рынок, значит, он, собственно говоря, какой. Если мы хотим, значит, страна развивалась, мы должны внедрять передовые технологии. Передовые технологии, значит, внедрять с людьми 55-60 лет, ну, пусть меня простят эти люди, я заранее извиняюсь. Очень сложно, мало таких людей, которые готовы в 55-60 лет овладевать новыми технологиями. Ну, если только, так сказать, в интернете чатится, значит, в компьютерах, так сказать, ну, то, что наш знаменитый Белых Никита пытался, как бы, это его инициатива внедрять в жизнь, там, да, обучая старших товарищей пользованием компьютера. Ну, и одноклассники, да, ВКонтакте, там, социальные сети и всё такое. Значит, это молодёжь. То есть, по факту получается, что, ну, уж так устроена жизнь, что места, которые используют лоу-технологии, да, ну, низкие технологии, невысокие технологии, они будут всё более и более сокращаться. А именно на этих местах в основном и работают люди, значит, ну, жизнь-то идёт так или иначе, ну, что делать-то, вот эта объективная, там, закономерность. А молодёжи нужны другие места. Если молодёжь снова приходит на те же места, из которых ходят наши пожилые, там, ну, или, там, люди, достигшие определённого возраста, я боюсь даже использовать, там, не все понимают правильно. Почтенного возраста. Да, почтенного, правильного или неправильного, короче, возраста. Вот. Поэтому и без пенсионной реформы нужно создавать высокотехнологические, технологичные рабочие места. Для молодёжи. Для молодёжи. Потому что именно их ум является наиболее подвижным, гибким, готовым к освоению, там, и так далее, и так далее. А, значит, обеспечивать за счёт молодёжи рабочими местами тех, кто должен был выйти на пенсию, на должностях, как бы, на низких технологиях, да, ну, что это такое, что? Ну, пусть опять старшие занимают руководящие должности, да. Хотя они всегда уже отдают себе отчёт, что жизнь шла, там, вперёд, нужно, там, другие вещи. А здесь, Александр, а некоторые будут переводить, работать в гардероб, например. А некоторые в гардероб будут переводить. Ну, как бы, я, что могу вам сказать, что, ну, типа, по сути-то слова-то правильные, а под действием... Работодатели пойдут на то, чтобы оставлять... Ну, я вот не собираюсь у себя в компании, там, вводить, как бы, гардероб. Вот, ну, не собираюсь как-то, да. И потом я вижу, что, значит, люди, которые достигают, там, пенсионного возраста, я лично вижу, что эти люди не только морально не готовы, но и порой и физически им уже тяжело работать на достаточно такой эмоционально тяжёлой работе. Тяжело. Мы не забываем ещё, что, да, люди возраста почтенного, да, могут ведь и заболеть, то есть это и больничные... На самом деле, да, болезни там учащаются, их перенос, их переносить эти болезни становится... То есть работодателям это невыгодно? Нет, невыгодно. А как же тогда их обяжут держать людей до 65 лет? Ну, работодатели-то обязательно, что, приняли закон, обязали, пожалуйста, у нас много чего работодатели, там, ухудшают каждый день с новым законопроектом ситуацию для работодателей. И вон область спокойно, так сказать, и проигнорировала, там, налог на движимое имущество, обложив, как бы, движимое имущество, которое используется, там, для производства продукции, там, ещё полуторапроцентным, там, налогом на имущество. И что? Ну, ну, хорошо. Ну, хорошо, принимают закон, который заставляет работодателей сохранять рабочие места за людьми старше, условно, там, 55+. Вот человек остаётся, работодатель в этой ситуации, например, ну, он пойдёт на какие-то шаги или... Вопрос не в этом. Вынуждающий человек уволит. Вопрос в том, что это снижение конкурентоспособности, на самом деле, наших компаний по сравнению с зарубежными компаниями. И шаг назад. И снижение конкурентоспособности страны. Меня всегда волнует один вопрос. При том, что мы, в основном, позитивно относимся к внешней политике, как бы, нашей страны, и мы должны понимать, что поддержкой нашей внешней политики является наша экономика, наша внутренняя политика. И мы всё ухудшаем и ухудшаем положение в экономике страны. И я боюсь, что чем менее мы будем конкурентоспособными, получается, что то, что сказал президент, это декларация, что мы должны войти в пять крупнейших экономик мира. То есть мы не войдём такими методами в пять крупнейших экономик мира. Соответственно, раз мы не сможем это сделать, то мы и не сможем, и дальше, уже даже после повышения пенсионного возраста, не сможем обеспечить достойную пенсию оставшимся в живых пенсионерам, потому что мы не развиваем свою экономику. Наша экономика становится всё менее и менее конкурентоспособной. А здесь Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» в нашей студии. Программа «Особое мнение» продолжается. Вот буквально у нас несколько слов я бы хотела ещё от вас услышать. Это по поводу повышения НДС за повышением пенсионного возраста. Эта тема как-то вот ушла так в тень. Они обсуждаются только в экспертном сообществе, и большинство людей не понимают, каким образом на них это скажется, если они не занимаются бизнесом, у них нет фирм какой-то. Люди думают, что это скажется только на юридических лицах, на фирмах, компаниях, акционерных обществах. То есть на 2% больше налогов они захватывают, да. На самом деле на 2% больше налогов, а не просто на 2%, это может сказаться и иметь определённый ещё кумулятивный эффект, соберёт ещё ряд эффектов вместе, так сказать. Может оказаться на большее количество. Хотя вот некие проправительственные эксперты в Москве, в том числе Орлов, председатель экспертного совета Государственной думы по бюджету и налогам, говорят, что ну всего лишь, ну может 1-1,6% там скажется. Ну ведь скажется. Во-первых, скажется при любом варианте. А во-вторых, этот налог-то будут платить конкретные физические лица. Какие? Мы с вами. Так? Потому что... Когда мы будем его платить? Мы его будем платить каждый раз. Мы сейчас платим как бы вот эти 18%, да, каждый раз приходя в магазин там, каждый раз покупая продукцию, мы платим, значит, которая облагается в Индес, мы платим 18%, и государство это забирает себе. Но теперь мы будем платить больше. То есть государство очередной раз залезло в карман простых граждан, то есть населения своей страны. А граждане и не знают. А граждане не просто не знают. Дело в том, что мы же опять... Это опять покупательская способность, способность человека покупать качественные продукты, замена более качественных, менее качественными. Зато, Ази Салевич, у нас будет невысокая инфляция. Инфляция будет, к сожалению, достаточно высокая. А, вот так все-таки. Да, потому что это всего 2%, но уже 2%, понимаете? А говорят, что если покупательская способность падает, то инфляция тоже снижается. А вот экономика знает... Экономика знает такие примеры, когда и покупательская способность падает, и инфляция растет. Знает экономика такие ситуации. Я не сомневаюсь. Поэтому, к сожалению, об этих вещах похоже, что не знают в правительстве нашей страны. Или игнорируют, или делают вид, или думают, что они очередной раз подтасуют статистические данные, показав, что вот у нас как раз все в порядке, и через телевизор, там, первый, второй, третий каналы всем расскажут, как у нас хорошо, и все будет отлично. На самом деле, это будет для экономики достаточно непростой удар, который надо будет выдержать. Выдержит? Ну, Россия большая страна. Как-то вы грустно об этом сказали. Ну, в смысле, я подозреваю, что мы все рады, потому что Россия большая страна. Не хочется мне, чтобы мы все время выдерживали какие-то удары. Я хочу, чтобы страна развивалась. Чтобы, наконец-то, люди зажили хорошо. Чтобы люди зажили, чтобы мы гордились своей страной, не только потому, что мы можем на место, там, в Сирии кого-то поставить, там, условно говоря, что у нас суперсамолеты, что там ракеты. Но я хочу, чтобы мы гордились, что мы задачи ставим, ну, ну, какие-то для экономики страны очень мощные. Мы хотим, чтобы, там, технологические центры мира и центры знаний переместились. Я хочу, переместились в Россию. Я хочу, чтобы наши вузы занимали первые места в рейтингах. Я хочу, чтобы наша умная, гибкая, сильная молодежь из Кирова не уезжала Москву, Нижний Новгород, Петербург, а из Москвы, Нижнего Новгорода, Петербурга не уезжали за границу. Понимаете, что я хочу? Понимаю. И вот это можно, и тогда вот это все, если это все будет, может обеспечить ситуацию, когда мы можем даже не повышать пенсионный возраст, а выплачивать еще дополнительные деньги, как, там, в Арабских Эмиратах за счет нефтяных доходов каждому гражданину, там, ежегодно, там, по 10 тысяч долларов. Очень хочется. Хотите 10 тысяч долларов? Дожить до этого времени очень хочется. Ну, так что, я думаю, что придут же, наконец-то, как бы, умные люди, будут управлять страной в правительстве, и, наверное, правильно будут управлять, будут думать об интересах населения и страны. Ну, хорошо, мы прямо вот живем надеждой. Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. У нас большая реклама, и вернемся. Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Мы в перерыве выбирали, на какие темы еще хотим поговорить, потому что тем много, а времени остается все меньше. Лесной форум прошел в Кировской области во второй раз. В таком крупном масштабном формате приезжали, в том числе, зарубежные инвесторы. Было много отчетов таких, ну, достаточно позитивных. Ох, заживем, да, когда вот к нам сюда приедут. И я так понимаю, что в том числе назывались возможности будущего сотрудничества с китайскими инвесторами и появление на территории Кировской области неких совместно китайско-российских предприятий. По крайней мере, представители Китайской республики о таких намерениях заявляли. Вот вы эти перспективы как оцениваете? То есть это пока декларация о намерениях только? Это такая попытка сделать, ну, не знаю, там, сделать лицо, держать лицо, да? Или это действительно что-то, о чем вот мы в перспективе в ближайшее время можем договориться? Интересно? Это держать лицо тоже, потому что, давайте так, три года уже практически у нас новое правительство Кировской области действует. Так. Три года. За эти три года мы пока не можем похвастаться никакими особенными там инвестиционными экономическими показателями. Даже то, когда, значит, там, министра экономики выдвигали на зампреда, и ему там заслугу поставили, что он там на малое предпринимательство 80 миллионов из федерального бюджета, так сказать, привлек. Ну, я бы просто скромно бы заметил, что во время Ануфриева из федерального бюджета 220 миллионов в год, примерно, так сказать, привлекали. Ну, если снижение, так сказать, этих показателей, это достижение, то... Но сравнить никто не может. То есть главное уметь подать, как бы, да, те или иные там цифры. Поэтому, конечно, это и сохранит лицо для правительства важное. Вот они говорят, вот мы провели там лесной форум, там участвовали. Но инвестиционные приехали, действительно. Участвовали австрийцы, финны, там, китайцы. Кто там еще участвовал? О, немцы были, Иран был. Немцы, Иран, там. Ну, Иран был, точно. Ну, вот не знаю, упоминается Иран? Упоминается в качестве поставок, там, Иран, Азербайджан, там, у нас и без, как бы, этого правительства у нас поставки были и в Иран, и в Азербайджан, и в Австрию, и там, и так далее, и так далее. Перспективы, они будут, если здесь реально мы будем создавать нормальный инвестиционный климат. Инвестиционный климат, значит, он нормальный, если когда он нормальный для собственных инвесторов. На сегодняшний день, так или иначе, ситуация немножечко хотя бы успокоилась, и у нас действительно собственные инвесторы осуществляют инвестиционные территории Кировской области в лесной отрасли. То есть мы, еще раз, можем, так сказать, ну, с радостью или с гордостью, так сказать, говорить о таких компаниях, там, Хольцхаус, там, Мурашинский фанерный комбинат, там, Абалмиси, там. И, слава Богу, что такие компании, ну, как бы, есть наши родные русские компании. О которых знают не только в Кировской области. Да, о которых знают. И, ну, на самом деле, ну, как бы, гордишься, когда смотришь на определенные, там, это новейшие технологии, на эти производства, это малолюдные производства. Это очень здорово, честно говоря. Но я не скажу, что это в основном, как бы, или сколько-нибудь заслуга, так сказать, правительства. То есть это в основном заслуга предпринимателей. На самом деле, огромная заслуга предпринимателей. И вот, если бы они сумели в таких, ну, сложных условиях на территории области, так сказать, сделать, ну, пойдет иностранный инвестор на такие условия, или им нужны будут дополнительные какие-то льготы, я не знаю. Ну, наверное, они еще подумают и посчитают. Потому что очень много, даже в лучших условиях приезжало инвесторов, я имею в виду европейских, и в конечном итоге отказывались и уходили с территории области. Ну, на фоне, кстати, заявлений... Китайцы, не знаю, китайцы, они в этом смысле всеядные, как бы, если они успевают какое-то сырье с территории страны. Ну, говорится-то не про вывоз сырье, как я понимаю, а про строительство предприятий по переработке, вот здесь у нас. Вот уровень переработки, большой вопрос. То есть нужно обсуждать уровень переработки. То есть переработка, может быть, просто доску распилили и отправили, а может быть, переработку подготовили изделия, вот как они, например, там, скворцов-то сказал. Вот я посмотрел, там, в Китае кухонная мебель на выходе, там, вот Березово, там, заходит Березовый, там, кругляк, там, на входе, там... А выходит табурет. Да, а на выходе мебель, там, кухонная, там, да. Вот если вот так, ну, надо приветствовать, радоваться, там, и так далее, потому... Почему? Потому что высокая добавленная стоимость на территории Кировской области и налоги на территории Кировской области. Что нам хорошо. Да, что нам хорошо. Поэтому с этой точки зрения, ну, что можно сказать? Ну, если будет, слава Богу. Временной промежуток какой, мы можем сказать или нет? Будет. Такие вещи, они быстро решаются. Это пока переговоры. Я думаю, что если после переговоров дойдет до дела с иностранными инвесторами, то не менее, чем через три года. Три года. Хорошо, ждем три года, смотрим, что будет дальше. Еще одна тема, кстати говоря, связанная с инвестициями. Я бы хотела с вами поговорить о нестационарных торговых объектах. Мы обсуждали несколько раз уже историю с ларьками, так называемыми, киосками на придомовых территориях. Изначально их размещение хотели запретить, вынося изменения в правила внешнего благоустройства. После того, как правило приняли, выяснилось, что этот пункт оттуда изъяли. И как пояснил у нас здесь Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства, он не нужен. Потому что, оказывается, в Санпине есть определенные нормы, которые запрещают размещение вот этих самых киосков на придомовых территориях. И у меня теперь вопрос. Этих киосков 300 штук, как посчитали в мэрии. И сейчас по каждому будет решаться ситуация в отдельном порядке, в том числе судебном. То есть будут изучать документы и прочее. Кто-то выдавал разрешение на размещение этих всех объектов, как я понимаю. Ну да, предыдущие. Да, люди вкладывали деньги. И что? Ну, люди вкладывали деньги, кто-то давал разрешение. Давали разрешение в нарушение там типа федерального законодательства. То есть у нас тут как в Москве теперь получается, да? Когда там сносили, сколько это было, два, три года назад. В Москве там, наверное, не дворовые территории были. Нет, там были городские земли, конечно. А здесь дворовые территории. Но там тоже есть территории и территории. Мне кажется, тут надо немножко подходить в каждом случае индивидуально. И не знаю, насколько это противоречит праве собственности жильцов дома. Да, ну вот смотрите, если они давали разрешение, получали деньги какие-то от аренды. Да, да. И теперь, значит, они это не могут получать. Но тут вопрос, не знаю тогда, как быть в этой ситуации. То есть, ну понятно, что право собственности не абсолютно, особенно в нашей стране. Но, тем не менее, пусть люди борются. Значит, еще один открыт фронт борьбы против бизнеса. Вы так это оцениваете? Да, так он каждый день открывается. Это небольшая часть, на самом деле. Небольшая. Но отношения, конечно, несколько настораживают. Продолжение борьбы с бизнесменами, которые торгуют в киосках. Этот фронт, видимо, не закрыт. Нужно добить, значит, этот бизнес окончательно. Кому это выгодно? Крупным магазинам? Крупным магазинам это выгодно, да. Может быть, городу выгодно в том смысле, что теперь те, кто торговали в киосках, может быть, набросятся на муниципальное имущество, которое не могут продать город. Или арендовать его начнут. Или арендовать его начнут. Город какой-то доход начнет получать. Ну или, может быть, тоже подключаться к размещению на муниципальной земле, потому что есть же свободные участки, об этом говорилось, да, для установки нестационарных торговых объектов. Они, правда, в не самых выгодных местах. Да вот в том-то и дело, что это ведь обычно бывает удобно не только. Предприниматели же ставят, значит, свои киоски не там, где им удобно так-то вообще-то. Они ставят киоски там, где удобно покупателю. Именно поэтому, за счет этого, они могут получать какой-то доход. А когда они ставят туда, куда там указал кто-то из городской администрации, которые, ну, мало что понимают в торговле, например, там, да, или там в продвижении товаров, то в итоге получается, что дохода нету, и ставить туда киоск, какой смысл. Покупатель туда не идет, ему проще как бы более короткий путь, более удобный путь выбрать себе свободу. До ближайшего магазина. Да. А, три минуты, даже две у нас остается. Давайте все-таки про футбол. Общественную палату, которая формирует новый состав, боюсь, уже не успеем. Да все мы успеем. Да как успеем. Ну, слушайте, вот Александр Галецких вчера заявили о формировании, о старте формирования нового состава общественной палаты. Да. Александр Галецких, секретарь нынешнего состава, говорит и призывает... Ну, какие претензии к его там высказываниям? Не, он хороший человек. Он всегда хорошие слова говорит. Он говорит, надо призывать молодежь. Очень возрастная общественная палата, молодежь не идет. Разочаровалась молодежь в общественных объединениях так или иначе? Я просто к утверждению Галецких с этой точки зрения я бы как бы с ним поспорил, потому что если у нас общественная палата основная функция научить молодежь оценивать какие-то общественные процессы, ну, давайте будем призывать молодежь. Что он имел в виду? Ну, давайте, давайте. Почему не подростков? Нет, ну, подростки не могут в общественную палату. Они несовершеннолетние. А ну, так мы изменим закон? Это долго. А почему у них инициатива есть? А документы принимают до 10-го июля? У них инициатива есть в общественной палате. То есть вопрос в том, что в общественную палату должны приходить опытные, на самом деле, люди. То есть вы не считаете, что молодежь? Не считаю. Знающие процессы всякие, очень совестливые и добросовестные. И мужественные, которые не боятся. А у нас в общественной палате очень много людей, которые туда пришли просто отсидеть. Были депутатами, теперь надо где-то посидеть еще. Скучно дома. Были там руководителем какой-нибудь структуры, но вот вышел на пенсию, вот ему надо прийти туда. Ну, вот, собственно говоря. Поэтому к общественной палате в этом смысле очень много претензий. Именно неактивность и безинициативность? Именно. Не мужественность. А вот? Не мужественность. Только отдельные люди это демонстрируют. Не инициативность, не умение ставить вопросы ребром. Не все участвуют в анализе тех или иных процессов. И разделение как бы на группировке. Вот там мы провластные, мы там какие-то еще там. Мы прошли общественные, ну и так далее. Я сейчас у нашего звукорежиссера спрошу, есть у нас возможность футбола. Минута. Футбол. Ну футбол. Футбол. Соглашается звукорежиссер, дает нам минуту. Ну что, Владимир Салевич, мы в одной восьмой, я так понимаю, чемпионата мира по футболу. Играем мы, дай бог памяти, в какого числа мы играем? Мы играем с Испанией. С Испанией, да-да-да. Не важно в какого числа, но мы играем с Испанией. Это очень важно. Мы играем с Испанией. Это число, наверное, все знают, я, к сожалению, не помню сейчас. А я сейчас найду, я сейчас найду, конечно же, 1 июля мы играем. Да, и вопрос. Вопрос, смотрите ли вы? Я смотрю. Как вам кажется, те деньги, которые... Болею, у меня даже в Узелло есть с флагом России. Я еду, когда Россия побеждает, и в окно все время дудю. Серьезно? Серьезно, дудю. То есть это ваши вот звуки раздаются с улицы, да? И мои, наверное, тоже раздаются, да. И гаишникам дудю, и милиционерам, и кого вижу, тем дудю, когда Россия выигрывает. Когда проигрывает, плачу. Азиз Олегович, те средства, которые потратили на чемпионат мира, как вам кажется, они все-таки с умом потрачены или нет? Люди получили то, что должны были получить? Удовольствия от праздника получаем. Ну, я думаю, что люди, которые ходят на футбол, да, увидели столько знаменитых футболистов и так далее, и так далее. Но, как и в Олимпиаде Сочи, я скажу как бы следующее, что основная цель строительства этих объектов не проведение чемпионата мира. Основная цель, чтобы наши люди могли на этих объектах дальше тренироваться. Но, конечно, я бы сказал, что если у нас были такие деньги, и мы могли их пустить на строительство стадионов, то я бы хотел, чтобы мы не чемпионат мира провели. А что? А чтобы, например, на территории Кировской области или на города Кирова два приличных стадиона построили, куда бы доступ был всем. И чтобы все эти деньги, хотя мы все уже знаем цифры, знаем, что мы потратили больше, чем в Бразилии, денег, так сказать, где коррупционные скандалы один за другим как бы шли в Бразилии, очень много денег потратили, не знаю, оправданно, неоправданно. Но я бы хотел, чтобы были на территории каждого города, каждой области такие стадионы, куда мальчики могли бы ходить и играть в долг. И тогда мы бы действительно могли бы стать великой футбольной державой. А когда у нас в нескольких городах есть крупные суперстадионы, мы великой футбольной державой не станем. Другой подход нужен. Таланты у нас есть. Мальчики и девочки, которые умеют играть у нас, талантливые, есть. Есть, а растить их нет. Нет, талантливые организации. Вот, собственно говоря, всё. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». На этом мы завершаем особые мнения. Звукорежиссёр делает нам уже страшное лицо, выгоняет нас из эфира. Спасибо большое, Азиз Агаев. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok